Сейчас уже, когда это наработанный репертуар и материал, уже не сильно страшно. А когда пишешь, то, в общем-то, переполняю чувства во многом. И вами то, что чувствуется внутри, да, и вот тогда довольно тяжело это сделать и страшно. Вот, ну, я тогда там прошел, я, в общем-то, рад тому, что есть возможность у меня выложить все то, что я чувствую, выразить через... Юрий, как Вы познакомились с Никитой, как давно, и как это знакомство вылилось в совместный проект? Познакомились мы давно, уже не было 10, потому что мы не жили. Никита, просто предложу написать наружу, я послушал его. Есть еще вопросы? Минуточку, я сейчас покажу. Вы делали успехи в игре на фортепианке, вот этот Никитин. Как сейчас? Играете ли? Усовершенствовали ряды, специальным образом после фортепианка школы не занимался. И, в общем-то, классик, естественно, не играл. Но мне, честно говоря, очень повезло. Я встретил замечательного музыканта и преподавателя. Романтина на каком-то определенном уровне музыкальной школы, не больше. Ну, а музыку выискивает новых исполнителей, новых песен. Записывать у меня огромная коллекция дисков разных исполнителей, разных времен. В любом случае, впитываешь в себя то, что эти люди написали, то, что ты слышишь, пытаешься повторить. И вот таким образом происходит музыкальное развитие моего на сегодняшний день. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы прислушиваетесь к их мнению о вашей музыке? Или вы диктатор статумнической музыки? Это ваша музыка? Я, в принципе, не диктатор. В принципе, по жизни очень лояльный человек. Мне так кажется, во всяком случае. Я работаю с музыкантами, которые мне нравятся в принципе. То есть мы, в общем, во главе, конечно, у глаз стоит Юра, который набирал музыкантов, она набирала коллектив. Но в любом случае мы с ним обсуждали, то есть нравится тот или иной человек. И я не работаю с музыкантами, которые мне не нравятся, и которым не нравится моя музыка. Потому что, прежде всего, музыкант, который выходит со мной на сцену, он должен кайфовать от того, что он делает. Иначе музыка пустой получается, понимаете? Возможно, сначала не пропиталось. Планируете ли вы его забрать куда-то в другой государстве, а как вы это ведете? Это по-солнечному, говоря, сейчас. Сейчас это больше... Смотрите, значит, мы не планируем никуда уезжать. Мы страшно любим Украину. Я здесь состоялся как человек, как бизнесмен. И Никитин много раз предлагал уехать учиться за границу. На адрес отказался. Мы патриоты. И если ничего такого не случится, там, Путин со своей компанией ничего такого не сделает с Украиной, мы, конечно, будем жить здесь и здесь работать и развиваться. Более того, что касается карьеры музыкальной. Ведь Никита интересен тем, не что он поет, а что он пишет. А если вы немножко знаете, то у нас практически никто и не пишет. В основном это... Всем нравится Стас Михайлов. Ну, не всем, а 70% населения или 80%. И еще там военка и так далее и тому подобное. А мало кто что-то пишет вообще-то. Потому что если так взять срез, то и сложно сказать. Вы знаете, что кто-то что-то писал? Я не знаю. Когда-то писал Антонов, потом писал Игорь Николаев, крутой. Хороший... Ну, и понятно. Ну, я же привел пример Стаса Михайлова. Я же не зря это сделал. Вот. Он только как попел... Он только дай вам авторитет. Слепаков. Стас Михайлов. Вот. Поэтому Никита пишет. В этом его фишка. Состоит. И вот дай бог, чтобы он дальше писал. А он продолжает писать. Потому что диск готов. А у него уже десяток песен, которые еще не вошли в диск. И сегодня будет премьера такой одной песни. Вот. И вот в этом ценность. Он пытался участвовать в X-Factory. Там прошел какой-то этап. Потом его там зарубили в Киеве. Он участвовал в проекте Я-Звезда на интернет-проекте. Занимал какие-то места и так далее. Но у нас, к сожалению, нет на сегодняшний момент конкурса композиторов, жюри которого мог бы оценить его творчество. Поэтому вот вы сейчас будете являться тем самым жюри, которое и оценит творчество этой музыки. Потому что она необычная, на мой взгляд. По крайней мере, я еще раз повторю, музыкантам, которые мы показывали эти песни, они считают, что это круто. Анатолий. Вот сидит Анатолий Куликов, один из лучших гитаристов у нас в городе, на мой взгляд, который мне сказал, давай, мы даем. Он сегодня тоже будет нам подыгрывать. Поэтому вот карьера, не знаю, как сложится. Музыка, на взгляд многих, не формат. Я много раз пытался накрутить, пытались там на каких-то радиоканалах, но он говорит, не формат. Ну, не формат, а дело такое, значит, будем двигаться, как мы двигаемся. Пока я не знаю, что дело получится. Может быть, спортивная карьера, он уже завоевал там звание чемпиона Украины, сейчас она немножко заканчивается, может начнется новая карьера. Карьера композиторов. Спасибо. Еще вопросы? Есть ли еще вопросы? Девочки. Которые стихи... ...развитие своей творческой карьеры? Это, наверное, самый сложный вопрос, который можно было придумать. Для меня, в принципе, главное, чтобы мы музыку услышали, хотелось бы, чтобы она очень понравилась, а если она понравится, то, соответственно, она будет звучать. Мне очень бы хотелось, чтобы она звучала по радио, по телевидению. Ну, а дальше будем смотреть. То есть, в общем-то, повлиять на вкусы слушателя довольно сложно. Ну, можно, да. Я хотел просто к тому, что папа говорил, добавить земфира тоже когда-то была не форматом, мы ее там не брали на радио и так далее. Но, в общем-то, меняется культура, слава Богу, добавлю, меняется культура слушателя у нас в стране и вообще на постсоветском пространстве. И я надеюсь, что эта музыка, которая будет сегодня звучать, она когда-нибудь станет форматом. И вот тут мы вдарим, в общем-то. Еще вопросы есть? Я понимаю, что все, о чем вы говорили, было достаточно исчерпывающее для этого времени суток. Вы канта, автора, композитора и исполнителя Никиты Рубанова. АПЛОДИСМЕНТЫ Наш город подарил стране, подарил мне миру много замечательных музыкантов, но, насколько мне не изменяет память, в последние годы таких событий в городе не случалось. Если вообще случалось что-либо подобное. И прежде чем мы начнем сегодняшний вечер, я хочу вам пожелать хорошего настроения, хорошей музыки, и сегодня будет очень-очень много, и хорошего после вкуса. Потому что та музыка, с которой вам сегодня предстоит познакомиться, она, с моей точки зрения, не особо нужна в презентации, поскольку музыка эта редкая. Это музыка не попсовая, как сегодня говорят. Это музыка, которую можно слушать в любое время суток. Которую можно включить и слушать у себя в машине. Она радует, она доставляет наслаждение, она не раздражает. Сегодня новый диск Никиты Рубаном «Маленький сон» уходит в жизнь и уходит в массы. В самом начале, наверное, мне нужно было рассказать об исполнителе, о его жизни, каким образом он дошел до жизни такой, каким образом он выпускает уже второй диск, сколько стоило ему это силы, здоровья, таланта, о тех, кто ему помогал в этом деле. Но мне кажется, что чем 30 раз рассказать, лучше один раз увидеть. Поэтому сейчас, пожалуйста, все внимание на экран. 4 марта в Днепропетровском культурном центре «Минора» состоится презентация нового сольного альбома талантливого композитора и вокалиста Никиты Рубана «My Soul». Это совместный проект музыканта и группы Music Service Band. Побороли почти до конца, чуть осталось. Есть еще некое творчество. Поэтому спасибо вам, что вы пришли. И мне никак в голову не приходило вернуть назад деньги, которые были вложены. Я удивился. Вот мне даже такое в голову не приходило. Спасибо, Женя, что мне подсказал. Теперь я буду над этим работать. Ребята, если серьезно, то я могу многое о Никите говорить. И долго, потому что это мой сын. И я попытался в него вложить достаточно много и в музыкальном плане, и во всех остальных планах. Но дело в том, что фильм был настолько многообъемлющим, и все там было сказано, что даже и говорить, в общем-то, по сути, нечего. Все, что я сейчас скажу, вы уже сейчас, по сути, услышали. Потому что интервью было довольно обильное всякими цитатами, какими-то лестными отзывами, даже, может быть, и лишними несколько, как аванс. Но буквально пару слов насчет диска. Дело в том, что когда-то я один так думал, что, ну, и Никита, естественно, тоже писал, что пишет хорошую музыку. Мне все время хотелось найти этого подтверждения, какое-то.